Развивайте свое дело вместе с любимым каналом. В Турции отметили годовщину превращения музея Айя-София в мечеть. Проявили массовую молитву. Президент республики Реджеп Таип Эрдоган в четверг разместил в Твиттере видео с прошлогодней молитвой и поздравил граждан с этим знаменательным событием. Эрдоган назвал Айя-Софию символом возрождения цивилизации. До столах с миноретов этой мечети не утихнут звуки азана, в осваление Всевышнего и чтение Корана до самого судного дня. Уже в пятницу в ЮНЕСКО заявили, что крайне озабочены судьбой Айя-Софии. Комплекс находился в списке уникальных объектов организации с 1985 года в статусе музея. С 10 июля прошлого года, после 86-летнего перерыва, решением Государственного совета Турции зданию присвоен статус мечети. И, соответственно, в список объектов охраны оно больше не входит. В ЮНЕСКО выразили сожаление по поводу решения турецких властей и потребовали к февралю 2022 года предоставить отчет о состоянии комплекса. Потенциальные последствия изменений для общей ценности этого объекта вызывают серьезную озабоченность. В Анкаре резко отреагировали на заявление ЮНЕСКО, назвав критику политизированной. В МИДе страны подчеркнули, что Айя-София оберегается самым тщательным образом. Айя-София является одним из главных символов Стамбула. Только за этот год мечеть, открытую для богослужений в июле 2020 года, посетили более трех миллионов человек. По словам заместителя муфти Астамбула Мустафы Явуза, мечеть ежедневно принимала 5000 посетителей в будни и около 12 тысяч в выходные. По завершению пандемии коронавируса ожидается увеличение количества туристов. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях.